Здравствуйте! В эфире программа «Ваш юрист». Наверное, вам, дорогие зрители, приходилось слышать такой термин – срок давности. В юридической практике часто встречаются дела, когда люди обращаются в суд с исками и просят восстановить их права, которые нарушили ответчики. Однако суды отказывают им со ссылкой на срок давности. Люди остаются, как говорится, ни с чем. В то же время бывают и другие ситуации, когда гражданина освобождают от ответственности, потому что, опять-таки, истекли сроки давности. Что же это за сроки и что должны знать люди, чтобы защитить свои права? На эти вопросы сегодня ответит наш постоянный консультант – адвокат Игорь Поляков. Игорь Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Что такое срок давности? Срок давности – это срок, в течение которого гражданин, юридическое лицо, в том числе органы власти, могут обратиться в суд за защитой прав, которые они считают нарушенным. Против того человека, опять-таки, юрлица тоже, которого они рассматривают как нарушителя. В том числе к срокам давности относятся сроки для привлечения юридических лиц, физических лиц к уголовной ответственности, административной ответственности, налоговой ответственности, ну и по перечню, какие ответственности еще есть. Это разный срок? Какой срок? Это разные сроки. В каждом кодексе, в законе, который содержит процессуальные, какие-то процедурные нормы, предусмотрены сроки. Предположим, к гражданскому кодексу общий срок исковой давности – 3 года. По договорным отношениям, которые по сделкам, которые регулирует гражданский кодекс, если они относятся к категории оспоримых сделок, там срок давности снижается до 1 года. Я слышала, что есть еще какие-то специальные сроки. О чем речь? Есть еще специальные сроки. Приведу сразу же пример из недавнего. Заключен договор компании перевозки железнодорожным транспортом, груза. Груз оказался поврежден по вине перевозчика. Здесь сроки сначала претензионные в течение месяца, затем срок давности в течение года. Компания не уложилась в этот срок. Как-то у них были пертурбации внутриорганизационные. Срок пропущен. То есть свыше года обращаться нет смысла, потому что другая сторона обратит внимание. Там тоже зубастые юристы есть в компании, у перевозчика. Они сразу же обратили внимание, что у вас срок пропущен. Поэтому можете не тратить время, силы. Мы обратим внимание сюда, вам откажут в удовлетворении. Требования исковых. Предположим, по отделочному подряду. Отделка помещения. Тоже срок давности один год. С момента обнаружения брака. То есть дается общий срок с момента, когда сделан ремонт. Все это представлено заказчику. Вот результаты плоды труда. Вот в течение года, это гарантийный срок. Если в течение года вскрываются какие-то недоделки, вот как я уже сказал, брак, дефекты, тогда вот можно обратиться опять-таки в суд. Если вопрос не урегулирован добровольно между взыскателем, кредитором, как угодно можно назвать, и должником или лицом, который виновен потенциально. И срок этот продлят? И срок не продлят. Вот в течение этого времени и нужно обратиться. Если ты пропустил этот срок, идут какие-то переговоры, затянулись, забыл. И через какое-то время, вспомнив, решил атаковать должника и что-либо требовать от него в части взыскания. Тогда тебя просто откажут. Откажут, самое обидное, именно по процедуре, не по сути спора. Ты прав, и судья будет на твоей стороне, бесспорно. Весь пакет документов собран, грамотно, как говорят юристы, вылизан. Но процедурно ты обратился не вовремя. Ты не реализовал свое право своевременно. Игорь Михайлович, а в какой момент этот срок давности начинает исчисляться? С момента, когда лицо, как я уже сказал, физическое лицо, юридическое лицо, узнали о нарушении своего права. Приведу пример. Компания поставляет товар, и по договору в течение нескольких дней, трех дней, они должны получить оплату. Но в течение нескольких дней они оплату не получают. Вот три дня дается на оплату. На четвертый день начинает течь срок давности. Там очень много еще нюансов, но ориентиры именно такие. Они могут в договоре прописываться. А если гражданин не знал про этот срок и вовремя не смог обратиться, то ему можно как-то помочь? Если он не знал, пропустил срок, то ему уже и нет уважительных причин, то ему вряд ли поможет. Здесь исходим из того, что незнание закона, с одной стороны, не освобождает от ответственности, с другой стороны, незнание закона не предоставляет дополнительных привилегий тому человеку, который хочет восстановить свое право. Исходит законодатель из того, что ты обращаешься в суд, значит, свои права ты очень хорошо знаешь, что ты грамотный юрист и адвокат. В этом отношении, пусть будет примером для нас, именно практика англосаксонской системы, Америка, Канада, Англия, те страны бывшего капиталистического мира, где именно отработана договорная система отношений. То есть там ничего личного, есть договор, все на договоре. То есть сосед, извини, ты должен был в этот срок что-то сделать, уложиться. С завтрашнего дня идут санкции. Приходит мой адвокат, давай своего адвоката, и пускай они на своем премудром юридическом языке объясняют друг другу, кто из нас прав. И там все нормально со сроками давности, как правило. Вот в России это тема отдельная и грустная. Здесь сотни и тысячи взыскателей, потенциальных кредиторов так и не доводят вот это разрешение конфликтной ситуации до суда, потому что сроки вышли. То есть, как правило, это вот сердобольное со стороны должника. Ну подожди, ну войди в положение, ну учти какие-то причины. И вот люди месяцами чего-то ждут, ждут и проходят. Теряют время. А потом этот ушлый должник, который знает про такие сроки, в какой-то момент голос меняется, прорезается, такой оскал. Говорит, я тебе ничего не должен. Я тебе ничего не должен. Чего ты мне звонишь? Обращайся в суд и решай все вопросы. Там разберемся. То есть, он тянул время намеренно? Да, тянул время намеренно. Люди готовят документы, а им юристы говорят, извините, срок давности вышел. Вот я сам, кстати, попался на этой ситуации. Как-то строил дом, был должник, оказался из подрядчиков недобросовестных. Расписку мне написал. Я как-то раз позвонил, второй раз позвонил, третий раз. Ну он все занят, он просит отложить, войти в ситуацию. То там жена родила, то он там заболел, то его уволили, то много каких-то причин. Я и забыл в какой-то момент. А там год, да? А там год, да? Там три года было. Подний момент уже прошел три с половиной года, я даже не стал обращаться никуда. На сроках давности, в 90-е, где-то до середины 2000-х, судовладельцы делали миллионы долларов, обманывая моряков. Я их называл, я занимался этой категорией дел, судовладельцев я называл, они только рабовладельцы. То есть они формируют, разумеется, по штатке команду, отправляют, путина, затем продают там где-то морепродукты, людей возвращают на берег. Подождите, то судно нужно, регистр что-то обновить, то нужно, там зависла продукция и на партнер, там, как правило, Япония, Корея не расплатились. Люди ждут. А там по трудовому кодексу тоже срок давности, 3 месяца с момента увольнения на взыскание заработной платы. Люди ждут полгода, им каждый раз садила кадров, юристы, компании объясняют по телефону, да подождите сейчас. То есть выжидают полгода, 9 месяцев, и целые команды не получали денег. То есть это нарушение конвенции о защите прав человека и основных свобод в части использования рабского труда. То есть людей отжали, то есть они отработали, их выкинули, судовладелец, как я уже сказал, рабовладелец, получил в конечном итоге миллион, миллион, миллион долларов, имеется в виду, с Путины. У него все это было спланировано. Да, конечно. Вам удалось их защитить? Они промышляли этим. Как они потом не объясняли, да нет, да вы поймите, войдите в положение. Ну, человек системно на протяжении 10 лет он обманывает целые команды. Он что, не понимает, что он и этих обманет? То есть срок давности, он же отчасти установлен законом, но даже по истечению этого срока должник может добровольно, по-человечески возместить. Возместить, вернуть то, что он должен. Хоть кто-то из них, вот из этих судовладельцев, нашел этих людей, которые на него работали полгода, там мерзли, получали хронические болезни в морях, в этой 12-мильной зоне. Нашел и сказал, слушайте, я вам должен по списку, деньги у меня есть сейчас, были сложности, возьмите. Я вот сколько занимался, там года 4, вот этими зарплатной категорией дел, этими исками, я ни разу не видел этого. Везде приходили юристы, говорили только, гундосили одно, вот вы пропустили срок давности, надо было обращаться к юристам. И когда люди там верещали в судах, как же так, мы же с вами общались по телефону, вы говорили, ждите. Ответ был один, тоже, ну ничего не знаю, я не помню, надо было в течение трех месяцев обращаться. Вам удалось им как-то помочь? Кому-то восстанавливали сроки, кому-то никак уже не восстанавливали. Вот и все же, если у человека были препятствия какие-то при подаче иска в суд, суд учитывает эти обстоятельства? Да, учитывает, если они носили личный характер. Ну, приведу пример, потенциальный истец, кредитор, попадает в аварию, ДТП, тяжелая авария, кома, потеря памяти, пока он реабилитировался, срок давности вышел. Конечно, он представляет пакет медицинских документов, это уважительная причина для того, чтобы срок был восстановлен. Или из советских учебников юридических, постоянный пример, геолоко-разведывательная партия ушла, там какие-то стихийные бедствия, там не могут их десантироваться, к ним найти, они где-то плутали. Еще, помимо планируемых двух недель, там три месяца, их там искали, возвращали в город, один из работников должен был обратиться вовремя к суду, да, он не обратился. Конечно же, он потом представил эти документы, оправдывающие, все это суд, соответственно, учел. Да, конечно, учел. Сроки могут прерываться. Приведу пример, договор займа, должник в течение срока, когда он должен был этот займ погасить, он погасил часть денег. Из миллиона, это физическое лицо, конкретный пример, погасил там 500 тысяч рублей. Вот, но займ был там на несколько миллионов. В банке, займ был в банке? Нет, зачем, взаимодавец, заемщик между физическими лицами. Взял в долг у кого-то? Да, взял в долг, часть погасил. Прошло какое-то время, еще погасил. Но гасит нерегулярно в течение там нескольких лет. Вот каждый раз, когда он гасит, срок как бы продляется еще на три года. Еще на три года. Поняли, да? Нет. Срок давности в течение трех лет. Предположим, по расписке должен 1 января погасить. Он не погасил, просрочил. Но в марте он добровольно часть денег вернул. Вот с этого момента срок исчисляется заново. Это так по документу, по договору? По документу он должен был 1 января. Но он этого не сделал, просрочка пошла. И у человека три года срок исковой давности. Но он через полгода ему добровольно погасил. Пришел, говорит, на, возьми, я добровольно тебе гашу. Я же должен, извини меня, были причины. Вот, значит, но потом опять перестает гасить всю сумму. Это хитрость такая? Или что? Нет, это не хитрость. Сроки давности, они очень специфические. Их просто нужно понимать, знать, применять. И тогда, вот как они текут, как они исчисляются, вот эти моменты, они становятся понятными. Так можно восстановить срок исковой давности? Какие здесь могут быть сложности? Можно восстановить, если в последние полгода до момента его окончания, если берем трехгодичный срок давности, возникли причины, которые препятствовали кредитору, потенциально назовем его кредитору, обратиться в суд. Приведу пример конкретный. На предпринимателя совершается разбойное нападение, человека увечат, он инвалид, не способен там ухаживать за собой, разумеется, память потеряна. Понятно, родственники оформили всю эту инвалидность, вопросы бизнеса урегулированы. В какой-то момент, уже спустя несколько лет, жена обнаруживает еще ряд документов, из которых следует, что ему должны партнеры, какие-то физические лица, просили его денег, он занимал. Конечно, представлены медицинские документы, которые в суду убедительно показали, что человек пропустил срок давности невольно всего обстоятельства. Вот сейчас родственники, разумеется, хотят в суду отстоять свою правду, получить вот эти деньги. Но, если я правильно поняла, в любом случае, при любых делах, так сказать, если причиной являлась тяжелая болезнь для ИСА, для ответчика, всегда срок исковой давности может быть из-за того, что… Можно восстановить. Если у тебя просто нога болела, ты уехал к родственникам, вместо жителей, что поменял. Да, понятно. Очень много нюансов. Сейчас наша задача не рассказать о всех нюансах, а просто в целом обратить внимание, как бы вспышкой людям о том, что можно срок давности восстановить, если есть убедительные какие-то причины. Очень убедительные. Очень убедительные. И документально подтвержденные, наверное, да? Да, безусловно. Это очень важно, потому что люди, как правило, документально ничего подтвердить не могут, ограничиваются свидетельскими показаниями, свидетель сомнительный, там уши горят, говорит что-то невнятно, и все понятно становится. А есть ситуации, когда срок исковой давности не применяется? Да, конечно. И он прописан в Гражданском кодексе. Там целый перечень, коротко если говорить, предположим, по делам, связанным с личными неимущественными правами, когда они нарушены, касаемо клеветы, оскорблений, защиты деловой репутации, еще там целый перечень. Здесь срок давности не применяется. Или вкладчики могут истребовать свои вклады в банки, независимо от срока давности. По искам о возмещении вреда жизни и здоровью. То есть, когда у людей в 90-е, или когда там пропадали деньги в банках, и вот спустя десятилетия могут попытаться... В кодексе, если человек доказал, что это был вклад его, он имеет право его вернуть. Или, предположим, собственники о защите нарушенных прав могут обратиться. Приведу пример, кстати, из недавнего. Человек приобретает земельный участок с домом и в процессе эксплуатации узнает у собственника, понятный был предыдущий хозяин, и узнает, затем понимает, что у него участок сужен. То есть, сосед много лет назад... Я так не могу сказать, как вы сказали. Но он самовольно прирезал, это называется. Самовольно прирезал. Причем такую внушительную часть земельного участка себе. Забор обжил, насаждение, постройку близко к этому забору уже построил бы. Разумеется, говорить о том, что извини, надо было разбираться тебе, надо было вовремя обращаться в суд, нельзя. То есть, возникли препятствия, если человек, собственник считает, что он имеет право на эту часть земельного участка, он, разумеется, доказывает и может обратиться в суд, и спустя там три года. Или земельный участок, вот один из примеров, приобрел, когда разобрался, оказалось, что у него заужен проезд. Потому что земельные участки рядом, они так освоены были творчески, что человек, то, что изначально планировалось там, там двух-трехметровый проезд к его участку, он там сужен до двух метров, предположим. То есть, на машине практически не проедешь. Я условно сказал, там не два метра, чуть больше было, но все равно сужен. Конечно, можно обращаться, доказывать свою правду. Игорь Михайлович, а может ли из СОМ выступать ребенок? У него вот здесь какие-то права есть? Да, конечно, может. Да, безусловно. Но он выступает из СОМ не самостоятельно, а через законного представителя, через родителей. Такие ситуации тоже нередки в судах. Когда несовершеннолетние дети привлекаются в качестве истов, ответчиков, судебные какие-то споры, но их интересы представляют родители, и родители еще и привлекают профессиональных юристов, адвокатов. А здесь какие-то нюансы по срокам исковой давности существуют? Никаких, они общие. Соответственно, родители, как законный представитель, должны тоже понимать, что есть сроки давности. Получается, если к человеку обращаются с иском, и он понимает, что срок давности истек, он может совершенно спокойно от этого заявителя отбиваться, что ли? Да, совершенно верно. Знание сроков давности, оно важно не только для тех людей, которые атакуют ИСЦИ, но и для тех, кто отбивается, так скажем, защищается от иска, от тех требований, которые по суду выдвигаются. Но мы должны понимать, что сроки давности, они как выключатель-включатель. То есть они не автоматически наделяют человеком право отбиться от иска. То есть он должен... Это право носит уведомительный характер. То есть ответчик должен прийти и заявить об этом. Сделать заявление суду письменно или устно на протокол судебного заседания. Извините, прошу обратить внимание, срок давности пропущен, потому, потому, потому. Сделать математическое какое-то исчисление, если там были обстоятельства, которые вы прервали, приостанавливали, тем не менее он все равно пропущен. То есть должен рассказать. Если все молчат, ИСЦИ молчит, не знает, ответчик молчит, не знает, то суд не... А суд знает, что срок давности пропущен. То суд занимает молчаливую, пассивную позицию. Согласно закону. Судитесь, спорьте, я не обязан консультировать кого-то и доводить до сведения сторон о том, что, извините, срок давности пропущен. То есть суд не имеет это право. Игорь Михайлович, спасибо. Как всегда, полезная информация. Есть ли какие-то пожелания нашим зрителям на эту тему? Нашим зрителям цель нашей передачи сегодня была рассказать о том, что сроки давности очень кусучие. И их должны знать стороны, не обязательно истец или ответчик, а именно обе стороны должны знать про них, чтобы не потерять удовлетворение по иску. Или, соответственно, чтобы на тебя не возложили ответственность, неважно, какая гражданская, ну, как правило, гражданская или административная, когда сроки давности уже вышли. То есть если вы не можете разобраться, как их исчислять, с какого момента, когда они закончились, тогда обращайтесь к юристу. Если юрист бестолковый, это тоже зачастую бывает, тоже не может разобраться в этих сроках. Обращайтесь к тем юристам, адвокатам, которые понимают, которые вам подскажут, вас грамотно проконсультируют. До свидания. Это была программа «Ваш юрист». Пусть у вас все будет хорошо.